Могилёв, Звянийгород, Пенза, Смоленск, Вологда. Открытый турнир Интербаскет в 14-й раз собрал с юнаков с городов-побратимов и городов-партнёров. Уражение от первого дня турнира в репортаже Олеси Рыбалка. Первый тайм-аут и одразу за уваги. Команда со Звянийгорода летость на Интербаскете была другой. Сопер-тренер МКНЕЦА довести юнаков минавито до чемпионства. Соперник Смоленск. На середине гульнилик ровный 31-31. Соступать никто не сбирается. Пока по мне идут все равно, но я думаю, что мы выиграем. Просто потому, что мы сильнее. Мы, конечно, сильнее. Но я думаю, мы соберёмся и победим в этой игре. И пройдём дальше. Сложная игра. То мы забиваем, то нам забивает. Тяжело. На что рассчитываешь? На победу. Это команда частые гости Интербаскета. Тренер Звянийгорода и Увобли привозит её на пол столько же годов, сколько и турниру. 14. Такое спортивное сябровство лишить правильно. Очень дружны. И я вам больше скажу, мы не только на Интербаскет сюда приезжаем. Мы проводим летом, в июле-августе месяц сборы у вас в городе. Поэтому вам судить, насколько мы дружны и как мы любим Интербаскет, город Могилёв и саму страну Беларусь. Интербаскет стал местом саправды до гачаканных сустрэч. До прикладу, за великой адлежности у Смоленск николи не проезжала Пенза и Вологда. Тут, у Могилёве, гэтые команды обовязково сгуляются. Это очень хорошая идея, задумка. Городопобратимы должны дружить между собой. И мы сюда приезжаем, дети находят новых друзей, общаются где-то, если далеко друг от друга, в ВКонтакте, в Интернете. Четыре команды российские, две Могилёвские. Я назваляю, 15 гульня. Турнир хоть и сябровский, однако пираможцу всё ж агучать. Шостого красавика. Дарочи, пешая гульня стала пираможной для Зганигорода. Олесь Рыбалка, Юрий Ауласов, Новин Регион.